22 июня в России отметили День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В этот день по всей стране прошли памятные мероприятия. Во Владивостоке митинг прошел на корабельной набережной. Почтить память павших в Великой Отечественной войне собрались руководители края, командование Тихоокеанского флота, юнормейцы, курсанты, ветераны. В митинге принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяка. Мужество и героизм, несгибаемая воля и упорство, миллионы жизней, вот цена той победы, которая нам досталась. И мы всегда должны помнить и не забывать о подвиге и мужестве наших дедов и прадедов, кто стоял свободу и незамисимость нашей страны. Вместе с присутствующими глава Приморья возложил цветы к вечному огню и почтил память погибших минутой молчания. А вот в Славянке в этот день митинг памяти традиционно состоялся на Центральной площади. Преклоняясь перед мужеством наших дедов, отцов, гордясь ими, свято храня в своих сердцах память о великом подвиге в годы войны, мы не должны забывать, какой ценой завоевано право на труд, на мирную жизнь, на счастье. 80 лет назад мирная жизнь нашей страны была прервана вероломным нападением врагов. Потянулись страшные и суровые 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны, которая уничтожила всё на своём пути. Погибло 27 миллионов жителей, разрушены тысячи городов, посёлков, сёл и деревень. В Славянке почтить память жертв этой страшной войны собрались жители и гости посёлка, представители власти, районные депутаты, ветеранская общественность, воспитанники клуба «Держава» и волонтёры. К участникам митинга обратилась заместитель главы Хасанского района Ирина Старцева. Вечная память ушедшим героям, которые остались на полях сражений, которые не вернулись за стенки фашистских лагерей, кто погиб от ран, кто умер от голода. Огромная им благодарность за то, что сейчас мы с вами имеем мирное небо над головой. Далее выступила председатель районной думы Вероника Ирина. 80 лет назад, в такой же солнечный день, многие планировали свою жизнь совсем по-другому, но всё поменялось. Наступила Великая Отечественная война. И весь народ стал вместе, плечом к плечу друг к другу. И самое главное, мы победили. Давайте всегда помнить об этом. В этот день по всей стране вспоминают о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Из Хасанского района на фронт ушло 4066 человек. Каждый пятый погиб на полях сражений. Никто не забыт, ничто не забыто. Я обращаюсь к присутствующим здесь ветеранов, чтобы они рассказывали детям. Я обращаюсь к детям, школьникам. Учите историю, чтобы знать, как строить правильно своё будущее. Я всем желаю добра, мира над головой, счастья, любви, здоровья всем. В этот день вспомнили о событиях первых дней войны, отмечая вклад советского народа в дело Великой Победы. Также поимённо были перечислены жители Славянки, отнесённые к категории «дети войны». Именно им пришлось восстанавливать страну из послевоенной разрухи. Впереди меня сидят дети той войны, которые родились в 1936, 1938, 1941, 1943, 1945 годах. Это Недородинюк Любовь Петровна, Грабарева Светлана Ивановна, Дмитриева Людмила Владимировна, Самойлова Алла Михайловна, Чугуевская Нина Васильевна, Мурзаева Татьяна Николаевна, Коробов Тамара Георгиевна, Валентина Петровна Мигунова, несовершеннолетняя узница фашизма, Точила Валентина Алексеевна. Сегодня они живые свидетели, детки той великой страшной войны. Но они, вот благодаря им, сегодня мы живем в мирное время, пользуемся плодами того, что они послевоенные годы восстанавливали наше порушенное народное хозяйство, из руин оставали новые города, поселки. И мы должны быть им благодарны. Участники митинга почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориальному комплексу память. Субтитры создавал DimaTorzok Новости Славянки